Всем привет! Это видео о том, как создать виртуальную машину Microsoft Hyper-V, а также восстановить данные из виртуального диска виртуальной машины в случае её сбоя или если виртуальная машина утратила свою работоспособность. Для возможности виртуализации собственных операционных систем компанией Microsoft был разработан инструмент-диспетчер Hyper-V. Он удобен в работе и его единственным недостатком есть возможность создания виртуальных машин только с операционными системами Windows. Поддержка виртуальных машин с помощью инструмента Hyper-V доступна в версиях Windows 10 Pro и Enterprise. По умолчанию она не активирована и для её использования инструмент необходимо активировать и подключить. Для этого • Перейдите в Панель управления Программы и компоненты Включение или отключения компонентов Windows. • В открывшемся окне компонентов Windows найдите пункт Hyper-V. Поставьте галочки возле каждого подпункта и нажмите ОК. • Для вступления изменений в силу перезагрузите компьютер. • Теперь, чтобы запустить Hyper-V, введите в окне поиска Windows Hyper-V и выберите Dispatcher Hyper-V. • Чтобы создать виртуальную машину, в открывшемся окне диспетчера Hyper-V кликаем на пункте с именем компьютера. • После этого, в появившемся меню колонки «Действия» справа, выбираем «Создать» • Виртуальная машина • В появившемся мастере создания виртуальной машины нажимаем «Далее» • Указываем имя • Местонахождение виртуальной машины • Местонахождением виртуальной машины можно указать любую удобную папку. Если его не указать, то она по умолчанию будет сохранена на диске C. C, Program Data, Microsoft, Windows, Hyper-V. • Далее. • Указываем поколение виртуальной машины. Поколение 1 или поколение 2. Выбираю поколение 1 и нажимаю «Далее». • В следующем окне выделяем оперативную память для виртуальной машины. Как нам показывает мастер, её объём должен быть не менее 1 ГБ. • Но для того, чтобы виртуальная машина не оказалась слишком тяжёлой для вашего ПК, рекомендую устанавливать её оперативную память в размере не более 50% от доступного. Поэтому я устанавливаю 4 ГБ. • Также по умолчанию установлена функция использования динамической памяти для виртуальной машины. Рекомендую её так и оставить. • Далее. • В окне «Настройка сети» по умолчанию установлено «Нет подключения». Если так и оставить, то у создаваемой виртуальной машины не будет подключения к сети. Поэтому, прежде чем начать создавать виртуальную машину Hyper-V, нужно зайти в диспетчер виртуальных коммутаторов и осуществить настройки сети. • Тут мы выбираем «Внешнее» • Создать виртуальный коммутатор • Присваиваем коммутатору имя и нажимаем «Применить» • Теперь в списке подключений мы сможем выбрать созданный нами ранее виртуальный коммутатор. Выбираем его. • Далее. • Если у вас имеется уже созданный виртуальный жёсткий диск, то в данном окне вы можете его подключить. Для этого достаточно отметить пункт «Использовать имеющийся виртуальный жёсткий диск» и указать путь к нему. Мы же будем создавать новый виртуальный диск, поэтому отметим соответствующий пункт. • Указываем имя диска и папку, в которую его необходимо сохранить, а также размер. • Размер диска может быть любым, но желательно не менее 30 ГБ и таким, после создания которого на жёстком диске компьютера останется достаточно свободного места, ведь в процессе работы виртуальная машина может увеличиваться. • Далее. • В меню «Параметры установки» можно выбрать, откуда устанавливать операционную систему на создаваемую виртуальную машину с диска или ISO образа. То, какой пункт выбрать, зависит от того, что у вас является установочным носителем операционной системы. • Также есть пункт «Установить операционную систему позднее». • Выбираю установку с файла ISO образа. • Указываю папку его расположения. • Далее. • После того, как были осуществлены все настройки, мы можем увидеть их сводку в последнем окне мастера создания виртуальной машины. • Готово! • Виртуальная машина создана, о чём свидетельствует появившееся меню с её названием. • Чтобы запустить её, нажимаем «Пуск» • Подключить • Виртуальная машина запускается и начинается установка Windows с указанного нами ранее в настройках ISO образа. • Установка Windows на виртуальную машину Microsoft Hyper-V ничем не отличается от чистой установки на обычный ПК или ноутбук, поэтому детально рассматривать данный процесс я не буду. • Подробное видео о том, как осуществить чистую установку Windows смотрите в другом ролике нашего канала, ссылка на который будет в описании. • После завершения установки операционной системы, мы получаем ещё одну виртуальную работающую операционную систему внутри системы нашего компьютера. • В отличие от других менеджеров виртуальных машин, Hyper-V не сохраняет все файлы виртуальной машины, системные файлы и файл виртуального диска в одну папку. Они хранятся в разных местах. • Диск виртуальной машины Hyper-V по умолчанию сохраняется приложением в папку на диске C «Пользователи», «Общие», «Общие документы», «Hyper-V», «Virtual Hard Discs» и имеет расширение «VHDX». • Другие файлы виртуальной машины, включая конфигурационные файлы и снапшоты в папку на диске C «ProgramData», «Microsoft», «Windows», «Hyper-V». • Также в данной папке хранится файл «VMCX» – это файл параметров конфигурации виртуальной машины. Эти папки задаются инструментом по умолчанию, но, как мы помним, расположение данных папок можно изменить при создании виртуальной машины. • Следует отметить, что «VHDX» и «VMCX» являются основными файлами, отвечающими за конфигурацию и данные виртуальной машины. И, таким образом, за её работоспособность. • В случае восстановления именно этих файлов, возможно восстановить работоспособную виртуальную машину, включая все файлы из её диска. О том, как сделать это, вы можете прочесть в статье нашего блога, ссылка на которую есть в описании. • Также, в данном видео хочу показать вам один способ, на тот случай, если по каким-то причинам ваша виртуальная машина потеряла работоспособность, а на её дисках хранились важные файлы. А именно то, как их можно восстановить. Ведь Hyper-V, хоть и является виртуальной машиной, но на ней могут быть сохранены вполне реальные данные. Как мы уже оговаривали, все файлы, которые сохраняются на дисках виртуальной машины, располагаются в VHDX файле виртуального диска. Программа для восстановления данных жёсткого диска – Hetman Partition Recovery, имеет функцию монтирования виртуальных дисков и восстановления данных из них. Скачать Hetman Partition Recovery можно по ссылке, которая есть в описании. Чтобы получить доступ к файлам виртуальной машины, запустите Hetman Partition Recovery и смонтируйте диск виртуальной машины. Если их несколько, можете смонтировать все сразу или поочерёдно. Чтобы смонтировать виртуальный диск с помощью Hetman Partition Recovery, нажмите кнопку «Монтировать диск» в меню быстрого доступа программы. В результате откроется окно выбора виртуального диска. Перейдите в папку с виртуальной машиной и выберите необходимый VHDX файл. Открыть. В результате в окне обнаруженных программой дисков добавится раздел «Монтированные диски» с перечнем смонтированных виртуальных дисков. В случае монтирования нескольких дисков здесь будет отображаться их полный список. Просканируйте диск с помощью программы, кликнув на нём менеджере дисков. В результате анализа программа отобразит дерево каталогов сканируемого диска. Найдите и восстановите необходимые файлы в удобное место уже основной операционной системы. Кстати, таким же образом можно переместить файлы из диска виртуальной машины в основную операционную систему. На этом всё. Если вам понравилось данное видео – ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Будем рады ответить на любые вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Удачи!